Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В Анапе продолжаются контрольные мероприятия по пресечению несанкционированной торговли и наведению санитарного порядка. Час пассажира, время знакомства, обсуждения и планирования поездок с комфортом. Любовь в каждом слове, движения и звуки. На арене Золотого цирка Юрия Никулина в Анапе представили принципиально новую форму спектакля. Сейчас обо всем подробнее. В центре внимания торговли на курорте и благоустройство, санитарный порядок на пляжных территориях и городских улицах. Только за июнь мобильными группами с участием сотрудников администрации и полиции выявлено более 3500 нарушений. Работа напряженная, по большей части направленная на предупреждение нарушений и оперативное устранение недоработок. Ее результаты на личном контроле главы Анапы Сергея Сергеева. В Анапе продолжается работа по пресечению несанкционированной торговли и наведению санитарного порядка. Результативность ежедневных рейдовых мероприятий на личном контроле главы города-курорта. Сергей Сергеев подчеркивает, если вести эту работу последовательно и регулярно, проявляя твердость в вопросах соблюдения правил торговли и благоустройства, то оздоровительный эффект не заставит себя ждать. Я уверен, в течение недели, вспомните двухнедельной давности наш инструктаж. Первый. В течение недели попахать и потом будете прогуливаться. Просто прогуливаться. Это будут единичные случаи. Ежедневно на шесть маршрутов выходят 12 рейдовых групп, которые дежурят в курортной части города и прибрежных сельских округах с 11 утра до 2 часов ночи. В состав каждой группы входят сотрудники полиции, администрации и муниципальных предприятий. Перед выходом на маршрут обязательный инструктаж. Участники обсуждают проблемные вопросы и вырабатывают алгоритм действий. Сергей Сергеев вносит коррективы в эту работу. Так, одно из замечаний мэра Анапы касалось процедуры проверки разрешительной документации. Ее, по мнению Сергея Павловича, нужно упростить, разработав единый регламентирующий предпринимательскую деятельность документ. Готовьте мой распорядительный документ и выдавайте единое разрешение на торговлю. Сейчас. Показали ему, и он должен знать. Оно должно быть защищено, как деньги, это разрешение. И выдаваться на целый сезон. На недобросовестных предпринимателей и реализаторов продукции участники рейда составляют протоколы за административные правонарушения и вызывают их на заседание административной комиссии. Тех, кто попал в поле зрения рейдовой группы не в первый раз, но проигнорировал требования городских властей, наказывают штрафом. Только за июнь рейдовыми группами составлено 426 протоколов. Из них 167 сотрудниками администрации, 259 полицейскими. Всего за месяц выявлено 3640 нарушений. 2591 в сфере торговли, 1049 по линии ЖКХ. И в продолжение темы. Соблюдение правил торговли на Пионерском проспекте проверили сотрудники управления муниципального контроля. Товары и наружная реклама должны быть внутри торговых павильонов. Реализаторы для привлечения внимания покупатели нередко выносят образцы товаров за границы торговых точек, ограничивая проходы на тротуарах и создавая препоны для движения. Игрушки, пластмассовые, надувные, брелоки, сувениры и пляжные принадлежности. Все летние товары буквально наступают на покупателей. Атакуют стойки с полосатыми хвостами, горячая кукуруза и невозможно пройти мимо холодных напитков и мороженого. Просто некуда. Все пути заняты. Он же и так узенький. Татуар и так пройти невозможно. Вот так он и должен стоить. Продажа товаров и услуг должна подчиняться строго обозначенным правилам. Даже опытные проверяющие удивились, увидев среди нехоженной тропы наспех организованный салон красоты. Мастер, по словам девушки, ей 18 лет, без документов в санитарной книжке разрешения на данный вид деятельности. Делает временное тату детям. Если нам лицензии предоставьте на ваш товар, а то, что вы на сегодняшний день оказываете у вас ребенка такими красками, такими материалами пользуетесь. Не будет ли это потом последствий на здоровье ребенка, не будет ли это аллергии. Предоставить нечего. От страха или нежелания отвечать перед законом девушка добросовестно забывает имя работодателя, все телефоны и даже место прописки и проживания. Где ваш паспорт? Где ваша медицинская книжка? Дома. Дома где? Ну, где? В алицей. Мы сегодня проедем, сейчас наряд учащих к вам туда поедет. Адрес? Да я не помню, что там. Звоните, узнавайте, где вы проживаете. И более того, через минуту пара нарушителей уверяет, здесь ничего не было. Ни папок с образцами рисунков, ни клиентов. И девочка в кресле. Мираж. Защищая свои права, хозяин импровизированного тату-салона записывает разговор с сотрудником администрации на телефон. О правах потребителей на качественные услуги молодой человек не задумывается. На Пионерском проспекте выявлены ряд недостатков. Это не санкционированная установка коммерческой точки, а именно художественная роспись по телу тату. По этому поводу был оформлен протокол и передан в административную комиссию. Также был ряд выявлен недостатков по дислокации мест торгующих точек. И самое нарушение главное – это то, что на сегодняшний день нарушены правила благоустройства. Продукты питания, товары и услуги на каждый вид торговли и деятельности существуют свои правила. И каждый предприниматель, начиная вести свой бизнес, их знает. Но не все исполняют. Качество и выполнение правил контролируют мобильные группы ежедневно. В течение часа пассажира сотрудники железнодорожного вокзала и транспортной полиции рассказали о новинках в системе транспортных пассажирских перевозок. Встреча прошла на железнодорожном вокзале «Анапа». Социально-профилактическая акция в здании железнодорожного вокзала проходит ежегодно. Статус федерального детского курорта обязывает постоянно повышать уровень безопасности. На вопросы жителей и гостей курорта ответили начальники железнодорожного вокзала, представители общественного совета, правоохранительных органов. Интересовали вопросы перевозки детских групп, как идет сопровождение. Также интересовались безопасностью во время следования, особенно интересовал вопрос к лицам, которые распивают спиртные напитки. Какие меры принимаются и как мы с ними, как говорится, боремся. По аналогии с аэропортами, по самолетам. В прошлом году отдыхающие часто задавали вопросы о безопасности и сохранности личного имущества на вокзале. В этом году ситуация изменилась. В зоне оперативного обслуживания Анапского линейного отдела МВД на транспорте не зарегистрировано ни одного факта кражи в поездах. Теперь один из самых популярных вопросов – о курении в поездах дальнего следования. И по Куреву на вокзале уже вопрос решен. Наш вокзал, я сегодня могу сказать, уже три года мы не курим на входе в вокзал. Сейчас закон вышел, проблем нет, и люди понимают это. На все вопросы жители и гости курорта получили подробные ответы, в том числе об установке эскалатора в здании вокзала. В скором времени он будет. Наши условия жизни улучшаются, и хотелось бы, заходя в вагон, в купе, куда угодно, чувствовать себя комфортно и безопасно. Я поблагодарила за то, что очень чисто комфортно, доброжелательная обстановка, например, на вокзале. Я регулярно здесь бываю. Одна из задач часа пассажира – наладить диалог между пассажирами и правоохранительными органами. Я узнал здесь, на вокзале, как провозить оружие. Это одно. Второй вопрос. Так как я сдаю гостиницу небольшую, то есть я могу свободно приехать, встретить и взять пассажиров. Волонтеры также приняли участие в подготовке и проведении акций. Изучили общественное мнение. Провели опрос среди пассажиров, как бы им хотелось улучшить условия поезда. Комфортное и безопасное передвижение пассажиров – главное направление в работе сотрудников железнодорожного вокзала. Для улучшения качества здесь учитывают мнение каждого. Новую программу, принципиально новую, представили на арене цирка Юрия Никулина в Анапе. Спектакль о любви представили гастролирующие артисты. Премьеру дали в пятницу, 4 июля. В темноте оживают звуки, заполняя пространство от сцены до купола манежа. Его величество – звук, главное действующее лицо. Под масками лица артистов труппы, играющих спектакль «Ветер». Уникальную постановку. Не на театральной сцене, а в цирковом манеже знаменитого золотого цирка Юрия Никулина. Такой опыт в истории мирового театра уникален. И этим летом шедевр поселился в Анапе. Танцоры, актеры и музыканты театра «Сатира». Оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета. Лидер труппы – Георгий Бердзанишвили, балетмейстер, режиссер и педагог, обладающий уникальным талантом рассмотреть в каждой обычной вещи музыкальный инструмент и применить для выражения чувства и эмоций так гармонически изящно. Когда мы стали думать о том, а про что же мы будем ставить и как это будет, поскольку музыка была специально написана для вот этих вот разных бутылок, трубочек, труб и так далее, вдруг просто, ну как бывает, случайно в руки попадаются, это притча Джоанзи, старого буддийского мудреца, о том, что все вещи звучат, у них есть свой голос и так далее, и так далее. Если ты научишься это слышать, то в общем музыка жизни вот она. Этот тезис взяли и, ну, попробовали каждой из мелодий Вики поставить в соответствии какой-нибудь из человеческих состояний разных. Ну, таких состояний, конечно, состояний разных ипостасей любви, конечно же. Профессия бухгалтера в обычном понимании точная, нетворческая, зазвучала под руководством мастера иначе, и даже самые капризные высокомерные фарфоровые куклы, оживая, поддаются магии звука. Канализационные трубы Музыкальный инструмент используют для медитации на Востоке. В результате трения по краям чаши рождается продолжительный поющий звук, наполненный обертонами. И на раскрытой ладони чувствуется звук в чаше, вибрирует. Вот так можно почувствовать звук. И после спектакля на выходе мир воспринимается иначе. Чувства приходят через звуки. Увидеть звук и почувствовать его магию можно в Анапе каждую среду и пятницу в 21 час на манеже цирка Юрия Никулина. АПЛОДИСМЕНТЫ 3-1. С таким счетом завершилась встреча двух футбольных команд Анапы. Анапа Понто сыграли на стадионе Сила Витязева. Игру провели в рамках открытого чемпионата Краснодарского края по футболу в минувшие выходные. С первых минут матча футболисты дали понять, победу будут отстаивать серьезно. Счет открыл Евгений Муравский, игрок футбольного клуба Анапа, на 34-й минуте, забив с назначенного пенальти. Чуть позже команде Понтос удалось сравнять счет, но к концу первого тайма мяч еще раз оказался в воротах Витязевской команды. Во втором тайме борьба усилилась и начавшийся дождь не помешал. Команда Анапа одну за другой уверенно отражала атаки и в конце игры вновь взяла инициативу, забив третий гол. Итог встречи 3-1 в пользу городского клуба. Теперь в активе нашей команды 19 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. До встречи команды имели равное количество очков и в турнирной таблице располагались друг за другом. Поэтому каждый забитый гол имел решающее значение. Ближайшая домашняя игра состоится уже в эту среду в рамках 1-4 Кубка Краснодарского края. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды салон магазин изделий из камней самоцветов тайной медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 8 июля в Анапе будет малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 21-23, ночью до плюс 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 23 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы. Производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин